Галатам 5 глава 11 стих Послание к Галатам апостола Павла 5 глава 11 стих Давайте откроем Я буду читать с этого местописания И говоря простым языком, я стартую с этого местописания Я сегодня хотел бы говорить о кресте Иисуса Для нас, христиан, это не новость Для нас, христиан, это было бы хуже, если бы мы сказали А что это такое? Слава Богу, я думаю, никто здесь в этом зале этого не скажет Но вы знаете, то, что в последнее время Бог открывает силу в кресте Силу в Иисусе Не, поймите меня правильно Даже не в служении Не в каких-то религиозных делах Не даже в усилиях каких-то еще Сила во кресте Христа В этом сила для нас сегодня Как для церкви В этом сила, чтобы сохранить сегодня истину В этом сила, чтобы мы сохранились как церковь Чтобы мы не уклонились Во что угодно сегодня Можно в какое-то заблуждение Обольщение В упование на свои силы На какие-то достижения На вчерашние победы На свою мудрость На что угодно На красноречие На какой-то успех На что угодно можно уповать Но сила в кресте Христа Павел пишет За что же гонят меня, братья Если я и теперь проповедую обрезание Тогда соблазн креста прекратился бы Тогда соблазн креста прекратился бы Я хочу коснуться больше Последнего предложения Соблазн креста Соблазн креста Вы знаете, Дух Святой Он коснулся моего сердца Как бы остановил на этом местописании Соблазн креста Вы знаете, в то время Это было реально Павел писал церкви в Галатах Но вы знаете, сегодня реальность Соблазна креста Она сегодня точно так же есть Как и была 2000 лет назад Ну или более точным В то время, когда Павел писал В первом столетии Что такое соблазн креста? Вы знаете, как можно Просвещенным разумом Ты думаешь Ну, а что тут Або что тут можно соблазниться? Або что тут можно приткнуться? Но вы знаете Соблазн креста в том Что соблазн в замене Заменить крест Может приукрасить Может что-то добавить В то время, когда писал Павел Именно в той ситуации Пришли иудеи Павел насадил церковь Я не знаю точно Сколько он там был И он ушел оттуда И некоторые люди Которые были там Потом верующие приходили Они рассказывали ему О некоторых событиях И это стало причиной того Что он пишет это послание Иудеи, которые были там Они говорят Креста Жертвы Христа Ее недостаточно Да? Необходимо соблюдать закон Необходимо соблюдать Десять заповедей Необходимо обрезание Сегодня Сегодня, слава Богу Мы не Настолько пропитаны Может Иудейскими традициями Или еще какой-то Такой религиозностью Да? Но сегодня Соблазн Христа Он также существует Чтобы где-то Добавить своих усилий Чтобы где-то Приукрасить Чтобы где-то Говорить не о Христе Да? Распятом И вознесенном Богом А Как мы сейчас уже знаем Да? Евангелие Преуспевание Достатка Исцеление И радости И веселья И еще каких-то вещей Да? И он говорит Тогда соблазн Христа Прекратился бы Если бы я Говорит Проповедовал То, что они хотят слышать Для ихних ушей Тогда бы меня не гнали Тогда бы меня Не было бы Тогда бы меня Не преследовали Да? Но он наоборот Он говорит Я не Ну, я как бы За кадром Как бы, да Говорю, что Не говорить то, что Хотят услышать Ой, может, чтобы не Не было гонений Или, может, чтобы Не побили А тогда это была реальность Тогда это была реальность Это не просто слова были какие-то Или не просто я Для эмоций каких-то Сейчас это говорю Да? Тогда это была реальность Тогда это была реальность Он говорит тогда соблазн. Что такое соблазн? Я как бы записал, соблазн это искушение, а в греческого более это слово переведено как препятствие, препятствие Христу. И вы знаете, то, что я увидел, искушение, искушение у нас больше как бы связано как грех, да, дьявол искушает, чтобы, но вы знаете, за всяким искушением и грехом не суть может как грех ради греха, да, вот как бы так, ну, вот. А за этим даже цель дьявола, чтобы увести от креста, чтобы увести от благодати Христа, чтобы увести от живого Бога. Грех, он разделяет человека с Богом. Когда грех, сердце ожесточается, и человек, он автоматически упывает на свою душу, способности, на свою плоть, на какие-то дела, может, свои. И поэтому цель дьявола, даже скажем так, да, который стоит, который искушает, не просто, ну, вот как искусить, не просто что-то сделать, а цель увести от Христа. Поэтому сегодня я, опять же, может, скажу, я наберусь дерзновения и скажу, что сегодня не, ну, наверное, мы должны быть, как пишет апостол Павел евреям, особенно внимательно к слышанному, чтобы не отпасть. Мы должны смотреть, что мы слушаем, куда мы ходим и куда мы ездим. Цель не просто, а я просто пошел, а я просто сделал, а я просто сказал. Цель дьявола, цель искушения, цель каких-то вот таких вещей сбить с верности, чтобы от Христа увести от... И поэтому очень важно, чтобы мы сегодня, то, что сохранит, и то, что меня хранит, дает мне силы, это ту благодать, которую Бог мне дает. Благодать быть верным в том, что Бог доверяет сегодня, в Доме Божьем, в служении и в отношениях с Ним. И это хранит, и в этом сила для меня, и в этом сила, и для каждого из нас, в этом сила для церкви, в этом сила для церкви. Первое Коринфянам, первая глава, 23 стих. Давайте откроем и пойдем дальше. Первое Коринфянам, первая глава, 23 стих. Поэтому соблазн Креста и Иисуса, он существует и сегодня. Он существует и сегодня, точно так же, как был какое-то время назад, там, две тысячи лет назад. Или, если следя за историей церкви, кто читал, интересовался, мы знаем, что периодичность какой-то все равно это. Мы можем читать, а, ну, какое-то выражение, то было две тысячи лет назад, когда строилась только церковь. Ну, тогда еще сложнее было. Понятно, что, ну, как бы Павел, когда еще не знали, может, того Христа, да, когда не было церкви, когда, по сути-то, и Библии не было, ну, как таковой, да. Тогда еще сложнее было, и тогда, наоборот, может, было больше даже отговорок найти, ну, чтобы какое-то Евангелие такое вот, ну, приукрашенное, более мягкое принести, которое будет понятно, ну, иудеям, да, или еленам, кому Павел проповедовал. Вы знаете, таки через какое-то время, то, о чем ревновал Павел, оно и произошло, чтобы люди, которые были, которых были, ну, как видимые изображения каких-то богов, и чтобы им стало вроде более понятно, это же оттуда пошли, там, иконы, вроде как Бога, чтобы для тех людей, которым было это, они говорят, а как это, о какому Богу, мы же Бога не видим. И вот это, как бы, оттуда пошли иконы, и во что это опять превратилось? Чтобы сделать вроде бы мягче, чтобы сделать вроде более понятней, чтобы сделать, чтобы угодить человеку, или сделать Евангелие принести вроде как понятное, вроде хорошее дело, но оно заканчивается чем? Религией и тьмой, и наоборот, человек отходит от Бога, наоборот, это уводит от Иисуса, наоборот, это уводит от живого Бога. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. То есть для Павела было реальное искушение. А какое Евангелие я буду проповедовать? Как мне принести этого Христа? Так, чтобы было приятно уху этих еленов, иудеев, может, чтобы не побили камнями. Ребята, я проповедую вам Христа, который принес преуспевание. Они сказали, о, вот это мы принимаем, вот это нам подходит. Еще и с Павла, ну, как бы, мудростью, да, образованием. Он мог и еленам там рассказать, так как нам, и язычникам, и кому хочешь. Он говорит, а я проповедую, мы проповедуем Христа распятого, распятого Христа. Мы проповедуем распятого Христа. Я бы хотел разобрать этот стих. Вы знаете, а мы, он пишет, этот дефис, а, это как противопоставление, да? Да, то есть, несмотря ни на что, ни на какое время, на моду, на течение. Точно так же и мы сегодня, мы должны, мы должны сказать, а мы или а я, а я проповедую Христа распятого. Я проповедую своей жизнью, своими словами. А мы, он пишет, как противопоставление. Они требуют чудес, там, чего там еще, мудрости ищут. Вроде бы, хорошие дела такие, но не то, что они там ищут греха, да, но было бы написано, или там еще. Требуют чудес иудеи, вы понимаете? Дайте нам чудес в церкви, почему тут небо не открылось? Оно-то открылось, ну, для сердца нашего, а не для... Дайте что-то видимое увидеть, дайте пощупать, вот тогда я поверю. И можно, как бы, опять же, соблазн Христа, ну, что-то принести, на тебе вот это, только на тебе конфетку, на тебе то, на тебе это, только вот прими Христа, только приди в церковь. На чем утверждается человек, на чем утверждается вера человека? На каком-то даянии, на добром дяде, или еще на ком-то, или на Христе, или на Христе, чтобы Бог открылся, Бог коснулся, Христос открылся. А мы, он говорит, то есть, несмотря ни на что, какое бы ни было время, модно, не модно, кто-то, может, уйдет, оставит, или скажет, ну, что-то тут какого-то такого вот нету, чего-то тут еще где-то, чего-то вот нету, что хотелось бы мне услышать, или чтобы мне... Он говорит, а мы, а мы проповедуем. Что такое проповедуем? Вы знаете, я увидел это слово, есть два значения. Первое, я увидел, что проповедуем, как, ну, говорим, провозглашаем, да, как проповедуем, да. И в этом мы также должны проповедовать Христа распятого. Но также я увидел иллюстрацию проповедуем, как демонстрируем. Есть местописание в Псалме, по-моему, 18, если я не ошибаюсь, небеса проповедуют славу Божью, да, и о делах рук его вещает твердь. То есть проповедуют, то есть показывают, демонстрируют. И я даже больше увидел здесь проповедуют, что как, ну, упор хочу сделать не на просто то, что мы говорим, хотя, ну, да и аминь, вот. Но что мы демонстрируем своей жизнью, своим служением, которое Бог нам доверил, Христа распятого, или мы можем демонстрировать, что, какую-то человеческую гордость, там, еще плоть, еще какие-то вещи, там, упование на себя, на что угодно, только не на Христа, только не на Бога. Показать, там, служение или церковь, а вот то, а вот мы влияем, а вот мы делаем. Но на самом деле, на самом деле, проповедую ли я Христа распятого, потом часто эти вещи, они сдуваются, как мыльный пузырь, и там ничего нету. И как, хорошо, а на наших улицах играла твоя музыка, а на наших улицах ты это, а мы же вроде то, а вроде это, а мы же делали то. То есть, может смазать Евангелие, сделать такое социальное Евангелие, да, может более, как бы нам может казаться, что, ну, сейчас, наверное, если проповедовать Христа, ну, это будет как-то, ну, непонятно, может, для людей, да, в этом веке индустриализации и такого быстрого, что меняется, да, ну, вот, наверное, как-то, вот, социальное, да, мы можем, как церковь, мы, мы социальную, как бы, сферу какую-то, но опять же, там же, что мы без Христа распятого, что мы там делать будем, что мы будем нести, что там будет освобождать, что там будет освобождать, мудрость человеческая какая-то, тесты, я не знаю, скажи десять раз, что ты хороший там, или там еще какие-то вещи, или в чем-то там, ну, увиделись, понимаете, то есть, о чем я говорю, то есть, как-то вот смазать Евангелие Христа, да, и в этом соблазн Христа, вроде кажется, да тут ничего страшного нету, но это уводит взгляд человека от Христа, это уводит взгляд человека от Христа прежде всего, на что человек уповает, куда он начинает стремиться, а мы проповедуем, то есть, мы демонстрируем, проповедуем, я написал, демонстрируем, показываем, то есть, живем своей жизнью, служением Христа распятого, опять же, Павел не написал Христа прославлен, Христа распятого, то есть, непривлекательное такое, да, Иисус на кресте, ну, это было зрелище, хотя мы, как крестьяне, ну, в этом для нас ценность, но для мира человек, висящий на кресте, истекший кровью, истекший, это, ну, это безумие, это, а тем более, что через это ты получаешь спасение, через это ты, в этом сила для тебя, какая сила, на кресте Иисус немощь в плоти, боль, да, перед крестом, голгофа, предательство, борение, ну, какие-то, то есть, вот такие вот вещи, да, часто мы, даже в своей служении, мы демонстрируем или проповедуем, мы эти вещи, как бы, ну, как-то умалчиваем или их в сторону, как бы, да, мы можем демонстрировать успех, много людей, кто-то исцелился, кто-то освободился, кто-то еще что-то там, но какие-то вещи, мы смущаемся, когда в нашу жизнь приходит какая-то боль, даже какие-то предательства, еще какие-то вещи, и мы думаем, может, что-то, ну, это что-то не то, наверное, или, может, я что-то не так делаю, или, ну, во мне, может, какие-то проблемы, или в ТВ, а за этим-то что, как бы, стоит, да, за этим-то стоит Бог, наверное, ну, и ты что-то как-то, ну, Меня не туда поставил, мне, наверное, я не так что-то понял. Наверное, ты как-то потерял контроль над служением или над моей жизнью. Из-за этого где-то неосознанно, может, даже какой-то ропот приходит. Понимаете? Поэтому Павел говорит, а мы, ибо иудею требуют чудес, елены ищут мудрости. А мы, говорит, несмотря ни на что, мы не будем говорить, что они хотят слышать и что они хотят видеть. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. В оригинале, знаете, как написано, очень интересно, иудеям не приличие, а язычникам глупость. И глупость вообще, что это такое? А иудеям вообще что-то такое, с кровью еще что-то там, вообще оно к закону как-то вообще не пишется. Мы не того и царя вообще ждали, не то мы ждали. Вот, поэтому и сегодня точно так же. Ну иудеи, это можно сказать, это образ верующих тоже, да? То есть это были люди, которые знали закон, там, слово, Тору, вот, ну и неплохо знали, которые служили, в конце концов. Вот, так же и сегодня может быть, ну, как неприличие, неприлично сегодня может говорить, ну, где-то с кем-то именно о Христе. Ну, может, что-то такое, скажем, там, о социальной стороне вопроса, или там еще какие-то вещи, или еще что-то именно, да? Вот, и он, поэтому Павел говорит, а мы, как противополит, проповедуем Христа распятого, Христа распятого, мы проповедуем. Поэтому я задаю себе вопрос, и каждый знает, что мы проповедуем служением, своей жизнью, что мы демонстрируем, что мы демонстрируем. Может, мы смущаемся, кто-то прошел, может, через боль, предательство, служение, особенно те люди, которые приняли решение стоять, стоять за истину, во Христе, не знаю, в служении каком-то. Вы обязательно это, если еще не прошли, вы это пройдете. Какие-то боли, что-то непонятно, что-то, может, тяжесть какую-то, может, какое-то неприятие, непонимание со стороны родных, со стороны, может, на работе с кем-то. И потом, даже со стороны верующих, что самое болезненное, наверное, что самое, что больше всего приносит, как раны какие-то. Ранами Иисуса я исцелен, оно меня не трогает. Что ты, да ну, что ты, оно тебя касается, оно тебя ранит. И это часть того Христа распятого, которого мы проповедуем или демонстрируем. Это наша жизнь, это часть нашей жизни, как тех людей, которые приняли решение стоять во Христе. Которые приняли решение уповать на крест Иисуса. В этом сила, в этом сила. Когда, конечно, я, если в этих обстоятельствах я опустил руки, там, конечно, не прославляется Господь. Но если в этих обстоятельствах я ищу Бога, и в этом является сила Божья, да. И кто-то может сказать, да ну, там и церковь небольшая, и вроде нету таких там прямо, ну, служителей или еще. А Божья слава явилась, а что-то там решилось. А какой-то ответ, и кто-то, тю, удивительно. Там будет прославляться Бог, и благодарите Бога, если может сегодня, вам может нечем хвалиться сегодня, да. По плоти, даже в служении, если как бы правильно. Я не говорю, чтобы мы как-то вот так, ну, там нету никого и нету, не буду молиться. Я говорю, что если вы искренне идете за Богом, вы верно стоите, это верность ваша, она сияет перед Богом, как светильник. Верность, это ценно перед Богом, прежде всего. Вы знаете, то, чем может сегодня некоторые церкви или люди, или кто-то, они могут хвалиться. Завтра, если придут гонения, этого ничего не будет. И, ну, так что теперь? Чем мы хвалиться будем перед Богом? Мы будем хвалиться Христом. Мы будем хвалиться Христом, и при том распятым Христом. И в этом сила для нас, и в этом сила для других людей, кому мы это, ну, кому мы это демонстрируем, кому мы это, ну, как бы показываем, кому мы это проповедуем, своей жизнью, своим служением, своим отношением. 30 стих этой же главы. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас, Который сделался для нас, Он для нас, премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Если это в нашем сердце, можете, я скажу, Боже, вы не один год церкви, но до сих пор вы можете сказать, что, ну, как бы вы смотрите на себя, где-то какие-то комплексы, страхи, трудности вы проходите, что-то не получается так, как вы хотели, или вы провозглашали какое-то время назад, я не знаю. Пусть Христос будет сегодня вашей мудростью, праведностью, освящением и искуплением вашим. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господа. Чтобы было, чтобы было это у нас, как написано, хвалящийся, хвались Господа. Поэтому, если что-то мы проходим, если что-то мы проходим, какие-то боль, неприятия, еще что-то, какие-то вещи, что-то непонятно для нашего разума, для нашей души, примите это как часть Христа Христова. Это то, что, это часть жизни христианина, это часть нашей жизни, и в этом мы должны найти Бога, и в этом также должен прославиться Христос. Конечно, хочется на какое-то время, и каждый из нас, наверное, это проходит, эти периоды, и в служении, и в жизни, хочется что-то продемонстрировать, ну, такое, и видимое, да, как бы, что-то какой-то, и там, успех, еще кто-то похвалил тебя. Это, мы, как бы, здравая церковь, мы не говорим, все там, ты что, там, нет. Слава Богу, пусть Бог вас благословит, как бы, да. Но сегодня больше радости ты испытываешь, когда, наоборот, тебя в чем-то не заметили, не похвалили, есть какая-то внутренняя радость, которая Божия идет, не просто человеческая, из-за которой, ну, где-то есть искушение даже гордости, наверное, да, наверное, сразу как, сразу там, жизнь. Вин, то есть живот растет, а то сразу грудь, так, вин, духовная. Ну, это ж там, как бы, вот. Каждый мы это проходим, я не говорю, что вот сейчас раз там, и все, да. Какие-то этапы мы в жизни проходим, что-то хочется, и хочется, чтобы какие-то моменты нашей жизни, когда, может, какие-то люди неверующие как-то выступают или говорят, хочется, чтобы сейчас Христос явился и показал, кто тут право, кто не право. Или в каких-то ситуациях, вы знаете, когда со стороны, может, даже верующих, братьев и сестер, к сожалению, да, кто-то восстает, кто-то что-то, как бы, говорит на служение, на вашу верность, да, и еще на какие-то, на вашу чистоту, кто-то что-то, ну, как бы, говорит, так же хочется, чтобы Христос сейчас явился и показал, разделил, кто праведный, кто неправедный, и туда, как кому-то, Моисею, да, вот, когда он говорит, станьте вы, там, по одной стороне, Мариам, да, вот, как бы, хочется, так, может, как бы, да, по-человечески, но Бог проводит, меняет нас, смиряет, да, ведет, и поэтому мы каждый это проходим, но то, к чему мы должны стремиться, то, к чему мы должны стремиться, чтобы принять Христа в полноте, Павел, а мы проповедуем, говорит, Христа, не знаем, что, что там, 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 там проповедуют, мы не знаем, да, мы не будем осуждать или говорить, а я, честно, не знаю, у меня, как бы, слава Богу, нет, как-то там где-то ездить, что-то смотреть, дай Бог, чтобы тут нас свое, как бы, благодать, сил было, и, как бы, да, я, честно, и не знаю, как бы, да, что, где там, как бы, проповедуют, а мы можем сказать, а мы, вот тут можно, Хваля, хвались, а мы проповедуем Христа. Пусть это будет, ну, хорошее наше, да, чтобы мы сохранили это до конца христианской жизни. Это не просто веяние, раз мы, ну, тогда говорили за преуспевание, сейчас за Христа распятого, послезавтра, там, через год-два, там, может, что-то там еще будет там. Нет, это то, что должно проходить через всю нашу жизнь. Это то, что мы должны демонстрировать своей жизнью на протяжении всего нашего, ну, как бы, христианства и нашей жизни. Поэтому надо молиться у Бога и просить каждому из нас, чтобы сохранить это прежде всего. Галатам, 6 глава, 12 стих. Мы сегодня Галатам съездим в Галатию и в Каринф. На этих несколько местописаний будем смотреть. Я записал два пункта. Почему, вы знаете, так, почему этот соблазн Христа? Почему замена креста Иисуса происходит? Замена жертвы где-то, да? Где-то упование на свои силы, где-то там свое какое-то видение. Где-то хочется как-то разбавить Евангелие или креста. Почему? Павел, он пишет, «Желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться, только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Вы знаете, когда мы проповедуем или демонстрируем крест Христов, Библия об этом говорит, гонения будут, да? Не может сегодня физически нас никто не гонит, да? Не убивают за Христа. Ну, какое-то неприятие. Где-то может как-то выглядеть не так. Где-то, ну, как-то не так поймут, может, да? Где-то может, ты думаешь, ну, как-то может человек не останется там, да? Или там, но написано «сила Божья ко спасению» только в этом на самом деле. Хоть и хочется по-человечески, как-то думаешь, и все равно себя ловишь на мысли, думаешь, ну, вот как-то надо так рассказать более понятно. Ну, вот чтобы человек понял. Вот как-то его там подвести к покаянию так. А оно, Бог даже будет так допускать, что, ну, не получится как бы так. То есть первое – это гонение, да, за Христова. И второе – это 2 Коринфянам 4,5. 2 Коринфянам 4,5 стих. 2 Коринфянам 4,5 стих. Здесь написано «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». То есть второе – то, что я увидел, что нет понимания жертвы Христа. Нет понимания того, вот на хлебопреломлении, да, последнюю субботу, вот служение благодарения. Как раз и то, что важно. Я думаю, что одна из причин, почему Бог это установил, вечерю Господнюю, не просто как… Важно, чтобы мы не относились к этому тоже как к религиозному обряду, а чтобы мы вспоминали, чтобы мы возвращались к основанию. Да, может, Бог в чем-то поднял, да, может, Бог что-то доверил, но чтобы мы возвращались к основанию, чтобы мы возвращались, Боже, благодаря Твоей жертве, благодаря Твоему кресту, благодаря Твоей милости. И он говорит, а мы не себя проповедуем. Ну, то есть себя там… И себя, да, уже какое-то там… Имя может есть, какой-то есть авторитет у кого-то, да, у церкви какой-то, у каких-то людей. Может, не себя имеется в виду, также человеческие какие-то вещи, да, какая-то мудрость человеческая. А мы не себя проповедуем, говорит, но Христа Иисуса Господа. И он говорит, а мы… Так вообще рабы ваши для Иисуса. Рабы ваши для Христа. Следующее. Вы знаете, какие я увидел преимущества? Какие я увидел преимущества, когда мы все-таки проповедуем Христа распятого, когда мы демонстрируем, когда мы принимаем Христа в полноте. Второе Коринфянам. Первая глава с 8 по 10 стих. Второе Коринфянам. Первая глава с 8 по 10 стих. Вы знаете, очень важно, это также большое приобретение, что мы живем в реальности. Мы не живем в надутом каком-то пузыре, в надутом Евангелии каком-то, в каком-то таком виртуальном, да, то есть каком-то, что-то мы там себе имена. У меня то, 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 у меня там не будет того, того. И мы себе как-то придумали, и мы в этом живем. Но в какой-то момент это может лопнуть, это может уйти, как бы, да, уйти, улететь. И что мы тогда будем? На что мы будем уповать? Павел, он пишет, и мне это нравится, как-то тоже пастор, он делает ударение на это, я помню одно время, он тоже говорил, что Библия, она не скрывает от нас каких-то, ну, Павел же мог не писать какие-то вещи, когда его гнали, когда его побивали, тем более он писал как ответ даже противникам своим, да. Он бы мог наоборот какие-то такие, а Бог через меня исцелил, а Бог там то сделал, а Бог мне открылся там, вот так-то вот, не то, что вам там, да, или как-то вот, ну, так, да, написать. А он наоборот, вот в этом как бы вообще. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Павел, не надеялись остаться, где твоя вера? Где твоя вера, Павел? Вы что, не надеялись? Еще и пишет это, признается, ты глянь. Не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор. Но он понимал, что в этих обстоятельствах, значит, есть место прославиться силе Божьей, и благодати Божьей. Он говорит, но мы сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. То есть он говорит, мы уже были обстоятельства, что мы не надеялись остаться в живых. Но мы мало того, мы не начали роптать или что-то провозглашать, а мы наоборот внутренне приняли решение, ну, Боже, если мы умрем, то ты в силе воскресить и мертвых. И сила Божья явилась, который избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Вот реальность, как бы, да? Где исцеление, чудеса, как Иисус явился Савлу тогда еще, апостолу Павлу, и вот гонение, вот, можем считать, о, столько церквей, вот он написал. Но вот и другая сторона, опять же, этого же креста Христова, жизни христианина. И тоже, как подтверждение, 2 Коринфянам, здесь же только 7 глава, 5-6 стих. Мне стихи очень нравятся вообще. 2 Коринфянам, 7 глава, 5-6 стих. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи». Апостола Павла. Внутри страхи? У кого? Апостола Павла? Страхи. По плоти не имели покоя. Страх. А что? Сейчас, может, забьют, побьют, и вообще не доплывем до цели, как бы, нашего. «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». 5-й стих, знаете, для меня как... Он очень приводит такую как здравость, очень как бы христианство, да, в нашу жизнь. Плоть наша. Ну, когда мы пришли в Македонию, вроде как какой-то цели достигли, куда-то пришли, да, в Македонию они пришли, цель. Поехали открывать церковь, поехали проповедовать. Кто они? Сами это придумали? Бог им сказал, там, помните, в деяниях, там, по-моему, кому-то видение было, или Павлу, или, ну, что-то такое, я тонкости не помню. Но Бог их туда послал, суть какая? Бог их туда послал за этим. Пришли в Македонию, ну, слава тебе, Господи. Мало того, пришли в Македонию, туда самолетов не было именно. Пришли в Македонию. Плоть наша не имела никакого покоя. Вы знаете, бывают периоды в жизни, когда плоть наша, она не имеет покоя, и она не может успокоиться в уповании на Бога. Страхи, сомнения, какие-то обстоятельства, кажется, что теряется почва под ногами, да, и, ну, как бы, ну, конечно, кто-то из тех же иудеев, как бы, законников, которые были на то время, наверное, тебе надо больше молиться, наверное, скажет. Или, наверное, тебе надо, ну, что там надо, грех какой-то есть, да, наверное. А ты уже так себе думаешь, ну, вроде же это, а что ж тогда такое, ну, что-то не то, как бы, да. Плоть наша не имеет никакого покоя. Мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. В чем страхи? Ну, я могу только догадываться. А воля ли Божия, что мы сюда припхались вообще, именно в эту Македонию, неизвестно куда, и кто нас вообще слушать будет? И кому мы тут вообще надо? Это не так, что сейчас приезжайте, пожалуйста, там, вот в такой-то город, церковь, мы вас ждем, проповедуйте у нас. И то, смотря куда еще, то есть где-то могут тоже там и власти там, и, ну, смотря еще в какие районы, в какие церкви, и, ну, хотя бы ты знаешь, что тебя встретят там, как-то проводят там, или еще как-то. Это приехали, чего мы приехали? Страхи, нападения, наоборот, можно сказать, подтверждение того, что не воля Божия, берем билет обратно, все, пора ехать. Но он говорит, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Тит приел, там Тит, где-то задержался, была там ситуация тоже, они переживали. Прибыл Тит, слава Тебе, Господи, подтверждение, воля Божья, все нормально, ну, я как бы так уже. Поэтому, вы знаете, это большое преимущество на самом деле, когда ты живешь в реальности, в здравости, когда ты не живешь в надуманном Евангелии, в виртуальном каком-то, в Евангелии преуспевания только. Да, мы не отменяем, да, здесь слава Господу, в Доме Божьем проповедуется здравость и зрелость, я не хочу сейчас наоборот сказать другую сторону, что все, мы сейчас будем проходить одни боли, страдания. Бог найдет, Бог утешил прибытием Тита, я не знаю, Бог по-разному утешает. Какие-то обстоятельства ты проходишь, Бог находит, как утешать. Через, опять же, тех же людей, которые Бог тебе доверил, через обстоятельства, через свое присутствие, через откровение, через ободрение людей, которые, может, верно стоят рядом с тобой и как раз в эти моменты думаешь, да что, одни проблемы, может, да что же в них там Христос не изобразится или еще что-то. Но как раз в эти моменты твои слабости, Бог дает кому-то рядом силу и эти люди приходят, ободряют или как-то это говорят и как-то тебя наполняет через это. Приходит ободрение. Кто-то в этот момент именно придет и скажет, слушай, мне вот открылось, хочу служить именно. И тебя именно, фух, не напрасно ты подвязался и не напрасно ты стоишь. И как раз в эти моменты Бог будет приносить утешение в нашу жизнь, в нашем служении. И поэтому это большая ценность, когда мы живем в здравости, в реальности, в этом сила для нас. Мы сильны через это, как церковь, как христиане. Нас не, ну как бы, нас тяжелее сбить. Мы не водимы ветроучениями какими-то. Мы не водимы громкими словами. И как раз в то время я читал за церковь в Коринфе, в Коринфе, да, то, что Павел им писал, а мы проповедуем Христа, а мы проповедуем Христа. Иудеи того, говорит, и через это, ну вот, как бы, может, исторический такой, да, очерк, и как раз пишут, что через какое-то время, когда апостол Павел уехал, как раз церковь, на чем, ну как бы, ну как одно из, на чем попалось, что также пришли, ну как бы, иудеи там сильно мудрые, которые говорили, что надо смешивать, там начали смешивать, опять же, закон и благодать. Также эти елены, и ценилась в то время, там, в той области, очень там мудрость, красноречие. И вот приходили разные люди, как, ну, учителя так называемые, да, было модно в это время, ценились люди, которые красиво говорили, которые красиво могли разложить все по полочкам, вот, и многих людей из церкви, ну как бы, этим увлекли, и смешалось все там, и мудрость человеческая, и Христос, и закон, и поэтому Павел и пишет, а мы проповедуем Христа распятого, а мы проповедуем Христа распятого. Много будет людей, которые будут встречаться, кто-то красноречивый, там где-то больше людей, там где-то вот, вроде кто-то исцелился, там что-то сказали, там вот что-то. Не ходите и не гоняйтесь, написано. Не ходите и не гоняйтесь. Христа распятого. Вот, мы должны смотреть, чтобы Христос изображался в нашем сердце, в нашей жизни. Смотреть, чтобы в нашем сердце, чтобы такие качества, как смирение, как верность, как послушание воли Отца, то, что и было в кресте, да, чтобы мы приняли в полноте, да, боль, да, может, мы будем проходить предательство, да, где-то отвержение, да, какую-то немощь, но в то же время, крест Иисуса, это послушание воли Отца, это верность, это смирение, это, ну, можно перечислять, как бы, и в конечном итоге, это прославление от Бога, прославление от Бога. Поэтому нам, как церкви, очень важно, и каждому из нас, чтобы у нас была эта схема, эта полнота, чтобы мы не уклонились от простоты во Христе, опять же, не в мудрости какой-то, не в знаниях каких-то, не в чем-то еще. Я заканчиваю. Последнее местописание. Галатам, 6 глава, 14 стих. Галатам, опять же, мы возвращаемся, Галатам, 6 глава, 14 стих. Давайте откроем. Вы знаете, только в кресте Иисуса сила к жизни благочестивой, ко спасению, к других людей, только в этом сила, только в этом, в кресте Иисуса Христа. В этом сила, чтобы жить благочестивой жизнью, в этом сила, чтобы служить, в этом сила, чтобы стоять верно, в том, что Бог нам доверил. Галатам, 6 глава, 14 стих. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего, Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. А я не желаю хвалиться. Хотя он писал, да, он говорит, мне есть чем похвалиться. Так, если уже брать по-человечески или там по закону, мне есть чем хвалиться. В послании, по-моему, к филиппийцам, Павел подробно об этом говорит, да. Можно было, да, где-то искуситься, где-то рассказать иудеям то, что они хотят слышать, где-то, ну, как-то смазать Евангелие. Ну, а подумают, ну, а там где-то уже за этим, там и за Христа, напомню, может быть. Вот. Нет. Он говорит, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего, Иисуса Христа. Если вам нечем сегодня хвалиться по плоти, воздайте славу за это Богу, что вы можете хвалиться сегодня Христом. Если Бог благословил вас, да, в служении, в жизни, Бог принес изменения в вашу жизнь, да, Бог благословил, также хвалитесь Христом, хвалитесь Христом Иисуса, Его жертвой, хвалитесь тем, что вы верно стоите в Боге, пусть не придет упование на эти вещи, пусть не придет, может, какое-то успокоение, да, что вот, ну, отношения восстановились, женился или там, вышла замуж, дети есть, квартирки кое-как, знаете, то, какие квартиры там бывают у зависимых, кухня горелая, там пожары были, наркотик варили, еще там что-то, все подертое, ничего нету, ремонт, наверное, там при постройке дома еще, который был, вот, еще какие-то, также у многих из нас, да, что-то жили в своей суете, кто-то был зависимый, кто-то жил в депрессии, Бог восстанавливает, да, потихоньку, там ремонт, женился, то, то, все равно, если мы будем верно идти за Богом, Бог будет потихоньку, может, не так, как нам хочется, и может, не столько, или не того, что нам для плоти хочется, чтобы там каждый год ремонт делать, сантехнику менять, я не знаю, идти за модой, как бы, да, вот, Бог желает сохранить нас прежде всего, а не просто нам что-то такое надавать, как Деду Морозу именно, да, но поэтому Бог все равно, если мы верно стоим, идем, я верю в то, что Бог, Он Бог, который благословляет, да, вот, но опять же за этим не хвалитесь Христом, хвалитесь Христом, чтобы как бы за этими вещами, чтобы люди видели Христа распятого, через вашу жизнь, служение, пусть они увидят, может, даже какую-то немощь в вашей жизни, в служении, ой, а сколько там у тебя там это, ой, а там кто-то ушел, кто-то оставил, ну, не скажу, что там два человека на домашней группе, двенадцать, ну, одиннадцать, один ушел, как Иуда, вот, что-то такое, как бы, вы знаете, в этом, ну, на самом деле, как бы многие, что-то, как бы показать такое, что-то надутое, вот это вот, мы влияем, мы вот делаем, мы вот, вот у нас вот полно, у нас как-то, ну, вот, я себя уже в этом даже где-то заставляю, вы знаете, что тут, ну, как бы какие-то фотографии обязательно, где там, да, то есть, ну, какое-то там количество, что-то там, как бы, себя уже где-то в этом заставляешь, ну, как бы, ну, что надо наоборот что-то там, и ты думаешь, кому оно надо? Тех людей может, ну, к сожалению, может кто-то будет, кто-то не будет, их завтра, как бы, да, это такое как бы все именно. Но что мы перед Богом как бы выстоим? Что мы проповедуем? Христа распятого? Может и в этом кто-то увидит Христа, скажет, да ну, я ничего такого не вижу в ней или в нем, такой, ну, не мудрый, там, без какого-то достатка, без не то, что там вышел там откуда-то там с неба, лифт спустился, вышел, вот, и вот это я вижу, да, Христос просто, и вот это я вижу, как бы, да, вот, нет, а какими-то даже просто, даже пусть увидят нашу человеческую какую-то сторону люди, да, вот, кто-то, вот, из-за этого даже где-то рождается какой-то, даже религиозность какая-то, да, у меня все всегда именно, вот, мы часто даже, я вот говорил как-то, что мы даже не всегда, даже как верующие мы можем принять человеческую сторону людей, служителей, часто бывает сразу, а что ты без настроения? А что ты там, а что ты злой такой сегодня? Да, я без настроения, потому что какие-то вещи в служении, что-то произошло, и я без настроения сегодня. Да, я без настроения. Я не боюсь, как бы, это показать, и чтобы мы были такие, как мы есть, они двадцать сантиметров от земли. Поэтому мы проповедуем, мы демонстрируем Христа распятого в служении, в каких-то, в своей жизни. А что у тебя там не то, а то не это, а... Ну, ладно. Давайте мы помолимся. Давайте мы помолимся. Я закончил Галатом, шестая глава, четырнадцати стих. Я хотел бы сейчас молиться, также подытожить этим словом. Павел пишет, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего и Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Также он пишет, а мы проповедуем, а мы проповедуем Христа распятого, Божий, во имя Иисуса Христа, помоги нам, Божий, как в церкви, каждому из нас, мне, Божий, проповедовать Христа распятого, проповедовать Тебя, Божий, распятого, во имя Иисуса, Боже, помоги нам не приукрашать, не уповать где-то на свои силы, достижения. Не дай нам никогда идти за какими-то людьми, модой, течением, еще за какими-то вещами. Не дай нам никогда стыдиться, Боже, Твоего креста, Тебя, Боже, во имя Иисуса. Боже, прости нас, если где-то действительно что-то, может, мы смешивали, что-то приукрашали. Где-то, может, не говорили то, что должно или так, как должно. Прости, Боже, во имя Иисуса. Боже, помоги нам, как апостол Павел говорил и делал, проповедовать, то есть говорить и жить, демонстрировать жизнью, служением. Христа распятого. Боже, помоги нам принять Тебя в полноте. Может, какую-то немощь, боли, поплоти, какие-то обстоятельства. Но также при этом остаться верными. Сохранить смирение, кротость, послушание воли Отца. Тому месту, на которое Ты поставил. Не искать, где легче. Не искать церкви где-то, где что-то лучше, легче. Или где-то спрятаться от Бога, от служения. В какой-то другой церкви, или в себе, или еще где-то. Боже, помоги нам стоять. В этом, на самом деле, сила для нас. Ко спасению. Чтобы служить, чтобы жить. И также ко спасению другим людям через нас. Только в этом, Боже. Только в этом. На Тебя уповаем, Боже. На Тебя уповаем. Помоги нам и через 10, через 20, через 30 лет. Чтобы мы могли сказать, а мы проповедуем. Несмотря что где-то говорят, или что где-то проповедуют. Или что где-то демонстрируют. Чтобы мы могли сказать, а мы проповедуем Христа распятого. Чтобы каждый из нас, мы могли это сказать перед Тобой. с дерзновением Божьим. Помоги, Боже, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя во имя Иисуса. И вся церковь доскажет Аминь. Слава Богу!